Сегодня у нас небольшое видео о шести вещах, потенциально способных снизить интеллект ребёнка. В значительной степени это касается того, с чем женщина контактирует и чем питается непосредственно до и во время беременности. Нехватка йода может снизить IQ на 12,4 пункта. Йод — это микроэлемент, и крайне важно, чтобы беременная женщина получала с пищей микроэлементы. Тогда у растущего плода будет всё необходимое для здорового роста. Второе. Отказ от грудного вскармливания тоже влияет на когнитивные функции. Когда ребёнку дают детскую смесь, в которой полно химикатов и сахара, это сильно сказывается на растущем мозге. Чуть позже мы обсудим высокое содержание сахара в пище. Избыток приводит к инсулинорезистентности, что может вызвать гипогликемию и даже привести к тому, что размер мозга будет меньше нормы. Так что грудное вскармливание очень важно. Минимум полгода, но лучше до двух лет или дольше. Третье. Детский диабет первого типа. Он оказывает сильнейшее влияние на развитие растущего мозга, как и на когнитивные функции. Я уже говорил об инсулинорезистентности и гипогликемии, но диабет как таковой однозначно влияет на интеллект. Ссылки под видео расскажут о том, что я считаю причиной диабета первого типа. Это аутоиммунные заболевания. Посмотрите потом. Но диабет может влиять на интеллект. Четвёртое. Нехватка В12. Этот витамин необходим для развития центральной нервной системы и нервной системы в целом. Так что нехватка этого витамина может сказаться на когнитивных функциях. Шестое. Контакт с некоторыми химикатами, особенно с офталатами. Это может сильно повлиять на когнитивные функции и IQ. Источник офталатов — пластиковые контейнеры для еды. Когда в них кладут горячую еду, пластика размягчается, и офталаты попадают в пищу. Ещё они есть в косметике, в мыле, шампунях, в средствах для увлажнения кожи. Нужно понимать, воздействуя чего подвергаются наши дети, а ещё с чем контактируете вы сами, когда беременны. Итак, лучше всего включить в свой рацион микроэлементы. Нужно получать витамины группы В, придерживаться здорового кета, меньше сахара, больше богатой нутриентами еды. Так можно добиться максимума в развитии интеллекта и когнитивных функций у вашего ребёнка. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!